Здравствуйте, у нас очередная пятница, очередное напоминание под зарядкой имана. И, естественно, мы сегодня посвящаем его подготовке к празднику жертвоприношения. И очень хотели бы попросить вас напомнить нам и подсказать, как мы должны провести этот праздник с учетом всех ограничений, которые сегодня на нас наложены по поклонению из-за борьбы с коронавирусом. Субтитры создавал DimaTorzok После шурупа, до заваля, то есть, получается, после того, как выйдет солнце, и до обеденной молитвы, до заваля, иншалла, прочитать два раката, иншаллах, праздничной молитвы дома, можно с семьей прочитать, с такбиратами. То есть, первое, Аллаху Акбар, говорится, читается Субханик Аллаху Моби Хамдик, это Баракасму, Кава Тааля, Джадду Каваля Илья Гайрук, читается вот эта вот дуа Ифтитах. Потом еще три такбира, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И читать в первом ракате сура Фатиха, как во всех намазах, и после суры Фатиха какую-то сур. По сунне читать в первом ракате сура Саббихисме Раббикал А'ля, кто ее наизу знает. Кто не знает эту сурную жизнь, любую другую суру, Ихлас, любую другую сур. Заканчивается первый ракат, когда встаем на второй ракат, читаем сурру Аль-Фатиха, потом читаем вторую сурру. Опять же, по сунне желательно читать, кто ее знает, и ждут. Если кто эту сурру не знает, другую, любую сурру, потом перед поясным поклоном, перед руку, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, три такбира, и на четвертый такбир идем в поясной поклон. И заканчиваем молитвой. По ханафийскому мазхабу, когда поднимаем такбираты, Аллаху Акбар, и тогда мы руки опускаем вдоль туловища. По шафиевскому мазхабу, Аллаху Акбар, кладем руки на грудь или на живот. То есть вот таким образом, Ихаллах, подготовиться. Также, Аллаху Акбар, одеть лучшую одежду, взять гусль, полное мовение, надушить гонями, Ихаллах, вот так это, Ихаллах, и принести жертвуное приношение, Ихаллах, барашку, или одну корову на семь семей. Один барашкой часто задается вопрос, если в семье сколько человек, сколько баранов нужно, то есть один курбан с одного бюджета. То есть, если, например, с одного бюджета, нужно одно жертвное приношение сделать сначала. С одного семейного бюджета. С одного семейного бюджета. Это можно сделать 20-го числа, сам курбан-байрам. Если кто-то не успеет, в следующий день можно 21-го. Кто-то не успеет, на следующий 22-го. То есть, все праздничные дни можно резать курбан? Да, то есть, последний день с 20-го по 23-е до Магреб-Намаза нужно ничего успеть сделать курбан. Как нам распределить мясо? Распределить мясо можно полностью его раздать, можно на три части распределить, как обычно это делается. Одна часть раздается нуждающимся, другая часть пригласить близких, родственников, и одну часть оставить себе, семье, можно так разделить на три части. Дорогой Хазрат, сейчас в последние годы появилась такая услуга, как заказать курбан онлайн. То есть, благотворительные фонды принимают средства онлайн и сообщают, что мы готовы принести в жертву от имени вашей семьи, раздать мясо нуждающимся, то есть та часть, которая полагается для садапа. А то, что причитается семье, мы готовы привести вам в разделанном виде и передать. Насколько эта процедура, эта практика соответствует нашей религии, можно ли к ней прибегать верующим? То есть, основа вообще лучше, если есть возможность, например, если человек живет в селе, или у него там есть возможность, лучше ему самому это сделать своей рукой. Но если нету, например, особенно, например, в Москве, там это тяжело, это как бы это часто бывало такое даже во время хаджа, там мы сдаем деньги, и там уже делают. Человек бывает, сам хочет, помню, во время даже учебы, идет, ищет, идет до этого места, где там приносит жертвоприношение, он там целый день на это уходит, он теряет время, потом пачкается в этом, и харам пачкает, потом не знает, куда это отдать. То есть бывали такие даже случаи, с францем, брали целую барашку и, слава, в мусорный ведро выкидывали, потому что не знает, кому раздать. Поэтому, да, если такие недобства есть, не нужно в них как бы влазить, самому себе делать некие проблемы. Человек, если человек не знает, как раздать, где взять, что сделать и так далее, у него на это уйдет время, больше, иншалла, тому, кто он доверяет, как бы сделать тяукиль, например, фонды есть, вот фонд Закят, например, да, и они уже отправляют и в Африку отправляют, и здесь раздают, аль-хамдулли. Поэтому это даже такое некое облегчение, можно им пользоваться, иншалла. Нашалла. Просто эта практика уже сильно распространилась в последние годы, вот, пожалуйста, на Кавказе целая плеяда этих благотворительных фондов, одежда, тэшин, территорий Медосердия, Сан, появились, которые предлагают верующим подобную практику облегчить, снять с них, как бы, дополнительные сложности в городских условиях, потому что, ну, где в городе, в квартире не порежешь, во дворе не порежешь. Кто может, выезжает за город или в село, предварительно выезжает. Но кто не может, может просто перевезти деньги. Да, это тоже. Насчет фонда, к которому он доверят. И быть уверенным, что это мясо дойдет до нуждающихся, а его семья получит причитающуюся часть. Да. Дорогой Хазрат, в преддверии самого наступления этого праздника еще какие-то оставшиеся виды поклонения. Чему могли бы мы посвятить время, чтобы с максимальной пользой и приобретениями для своей веры могли бы провести оставшееся время? Хотелось бы... Чему мы можем еще посвятить? Хотелось бы сделать акцент на девятнадцатое число, шейх Руслан, на день Арафа, это будет в понедельник. Подошли люди из Яхуда, из иудеек, к Умару и Блинхаттабу, и сказали, и обратился к Умару и Блинхаттабу и сказал, я имер аль-муменин, лау-назарь да айя аля маашир аль-Яхуд, ла-дахаднах ла-ида. Говорит, о, правитель, правитель. Если нам бы был не способен айя, мы бы взяли этот день за праздник нам, иудеям. И тогда Умар, рад Classic, спросил, какой ая. Они прочитали сурат. Сегодня я усовершенствовал для вас религию. Уваченствовал для вас все мои милости, и я для вас довольствуюсь религией и исламом. Когда Умар, рад Classic, сказал, мы знаем, когда это было неспослано, в какой день был неспослан этот ая. Это был неспособен день Арафа И в тот день, когда Аллаху алейхи алейхи стоял на Арафа И это была пятница Поэтому это такой великий день На который нам стоит с вами Обратить внимание В хадисе, который приводится от Айши, рода Аллаху алейхи То, что Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям Сказал, в этот день Аллах, субханаму ате'аля, освобождает Много людей От тальхи, рода Аллаху алейхи Освобождает Аллах, субханаму ате'аля От ада, от наказания джаханама И говорит То есть не только тех, которые стоят на Арафа А всех людей, которые в этот день Занимаются поклонением Аллах, субханаму ате'аля, самое большее количество людей Когда освобождает от наказания ада Это в день Арафа И говорится то, что тоже в хадисе От тальха, рода Аллаху алейхи То, что Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям Сказал, в этот день, субханаму ате'аля Ядну, ваюбахи бихи, маляйки Аллах, субханаму ате'аля, хвалится Перед ангелами своих рабов И говорит Что хотят от меня эти рабы То есть когда люди приходят и просят дуа Просят прощения у Аллаху, субханаму ате'аля И Аллах, субханаму ате'аля, радуется Аллах, субханаму ате'аля, хвалится Перед ангелами, смотрите на моих рабов Они пришли и просят у меня дуа Просят у меня прощения Сказал посланник Аллаху, саллаху алейхи вассалям Хайру дуа дуа, дуа йоми арафа Самый лучший дуа, это дуа в день Арафа И самое лучшее, что сказал я и пророки, которые были до меня Вот эту дуа побольше произносить После обеденной молитвы После обеденной молитвы до Магриба Просить произносить дуа Произносить истихфары Просить у Аллаха, субханаму ате'аля, прощения Просить у Аллах, субханаму ате'аля, освобождения от ада Просить баракады Просить, чтобы на земле Аллах дуа дал иншалла благодать Чтобы Аллах, субханаму ате'аля Убрал от нас Разное родное фитан Смуты А нет ли среди нас те мамы Которые хотят, чтобы их дети вылечились. А нет ли среди нас тех отцов, которые бы хотели, чтобы их сыновья выросли достойными мужчинами? Или которые что-то хочет, например, попросить какой-то работы, какой-то должности. Самое великое, что можно попросить в этот день, это чтобы Аллах укрепил наши стопы на его религии. Самое великое, что мы можем. Потому что мы не знаем, на чем мы уйдем. Даже у пророка Мухаммада, салаллах, больше всего просил. Это, а еще, рада Аллаху аня, приводится то, что какое больше всего дуа было у посланника Аллаха, салаллаху алейхима салам, на что она ответила, о Аллах, о пероворачивающие сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Тогда Аиша, рада Аллаху альхима, удивилась, спросила, у анти тахча аля навсеки, я, Расулуллах, и ты боишься за себя, у посланника Аллаха, на что он ответил. Аиша, я, Аиша, фейна кулубы ль, айдайд, байна усбуин, минасабир рахмани, укалибуха кайфа яша. Откуда тебе дано знать у Аиша? Поистине сердца принадлежат Аллаху, субханава тааллаху, и как пожелает он их переворачивать. Человек засыпает верующим, просыпается неверующим, или просыпается верующим, засыпает неверующим, продает свою религию за гроши этой дуне, сказал прорушу Аллаху алейхима салам. Также в этот день в этот день Аллах, субханава таалла, взял мистак, как говорится, именно на этой точке, когда всех людей, всех нас собрал до того, как он говорил, собрал нас из зурета бани адам, как говорится в Куране, то, что собрал души на одном месте, это говорится на месте арафа. И тогда Аллах, субханава таалла, взял завет и сказал, когда Аллах, субханава таалла, не я ли ваш Господь? И все вместе ответили, сказали, да, и это для того, чтобы в судный день мы не сказали, мы были, мы не знали этого. То есть, Аллах, субханаллах, взял с нас договор. Мы уже за свидетельствами. Мы уже за свидетельствами. И также говорят, что это был день Арафа, на местности Арафа. И в этот день, субханаллах, великий день, самый великий, самый благословенный день перед Аллахом, субханаллах. После него Яум Аль-Айд, Аль-Ад-Ха, Курбан Байрам. Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, сказал, его назвал Яум Хаджи. День великого Хаджа. День великого Хаджа. Почему? Потому что в этот день больше поклонений со стороны паломников собраны. Такие, как в этот день люди постригаются, бреют голову во время Хаджа, постригают ногти, приносят жертвоприношение, курбан режут, делают таваф, киндают камни. В этот день много-много поклонений собрано. И в этот день приводится то, что в этот день шайтан, в день Арафа, в день Арафа, шайтан становится маленьким, бессильным. То есть это самый такой день, когда он, шайтан Асгар, самый такой он бессильный, самый такой маленький становится, потому что много люди поклоняются. И в этот день, хотелось бы еще раз напомнить, 19-го, в день Арафа, не забываем поститься. То есть для тех, кто на Хаджа, Пророк Мухаммад, саллаху алейхим салям, сказал, «Сияв ми, я вам Арафа, ахтисибу аинда Аллах, не у кафера, санатейн, аль-мазия, аль-мукбиля». То есть день Арафа, пост в этот день прощает прегрешение двух лет, этого года и следующего года. То есть один день поста, субханаллах, такая великая награда. Это еще раз указывает нам на то, что Аллах не нуждается в нашем поклонении. И Аллах, субханаллах, ничего не нужно от нас. То есть чуть-чуть постарайся, «О, мой раб», и тебе будет такая награда, субханаллах. Да, да, да. Как раз напоминание о том, что принося в жертву животных, жертвенных, мы ни кровь и ни мясо жертвенных животных отдаем Всевышнему Аллаху. Аллаху не нужно, к Нему не восходит мясо и кровь жертвенных животных, к Нему восходит только наше благочестие. Дорогой хазрат, еще один вопрос такой, очень часто начал. Если вот можно добавить, чтобы в день Арафа мы постимся, но в Курбан-Байрам и последующие три дня Харам, то есть запрещено поститься. Это день, эти дни... Нужно предавать празднования, радоваться. Прошу, Аллаху рассказать, эти дни... Это дни, когда нужно кушать, пить. Кушаем, пьем. Дорогой хазрат, в последнее время встает такой вопрос. Мы воспитываем детей в духе религии в больших городах. В медресе стараемся их водить, в мактабы, в какие-то культурные центры мусульманские, или даже дома, собирая детишек, или в лагерях мусульманских. Для того, чтобы научить их обрядам хаджа, для того, чтобы показать им, с чем связан праздник Курбан-Байрам, зачастую воспитатели, учителя предлагают детям изображение Каабы, или из чего-то, из коробок выстроить аналог Каабы, и детям показывают, как водить тавав, обходить вокруг Каабы, чтобы детей через игру приучить к этим обрядам, к этим видам поклонения. И многие мусульмане критикуют подобную практику. Зачем вы делаете макет Каабы? Зачем вы детей водите вокруг этих коробок, которые покрашены цвета Каабы? А можно ли применять такую практику в воспитании детей? То есть, такие игровые моменты, чтобы они привыкли к этим обрядам хаджа, чтобы они их поняли наглядно, усвоили и готовились к настоящему хаджу по мере своего взросления. Смотрите, в хадисе есть именно как бы то есть, смотрите, у нас в религии то есть, все, что связано с поклонением и так далее, это все как бы мы берем на это долин. Потому что пророк Салам говорил, делайте так или делайте так в поклонении. Например, пророк Салам сказал, обучайте своих детей молиться, когда они им наступило 7 лет, когда 10 лет уже их чуть-чуть подтолкните, ударьте, то есть, имейте в виду не то, что там, как некоторые говорят, бейте, просто ударьте, то есть, чтобы понять. Проявите строгость, проявите строгость. Вот на это именно как нужно обучать, то есть, сынок или доченька вот так вот просто читал, вот так вот поднимался, вот так делал руку. Если вот такую вот взять, например, обход вокруг Кааба, для них это не является, то есть, обязательно обучать в это время. И если у них будет некое такое, как игровое, это один вопрос, то можно такое, что это зайти в постоянную и уже перед этим, как бы уже, даже когда они вырастут, уже люди начнут обходить вокруг, например, Каабы и уже, потому что есть в некоторых странах, я видел, потому что уже в взрослом видео, то есть, они уже вырастают с этого с детства и уже, когда становятся уже взрослыми, перед всем, как сделали хач, и начинают там же как бы это тренироваться, как правильно делать хач. и некоторые, уже до того, дошло, то, что они уже не едут туда на хач достаточно, думаю, что вот это Каабы, которые они сами поставили, некоторые у них ученые дают такую фетлу, то, что это тоже достаточно, чтобы заменить тот хач, не обязательно ехать в Мекку, то есть, это к этому может постепенно привести, то есть, нельзя это брать как за постоянную основу, которую это делает человек. Лучше, я бы сказал, бы посоветовал, лучше бы это на видео показать, например, как в Мекке совершают хач, и чтобы учитель спел рядом перед щащ, перед телевизором, перед экраном, объяснял, вот здесь вот обходится так, или в компьютерном виде, потому что это может быть за основой, и это постоянное потом может быть, и что-то, вношество какой-то новой будет. Поэтому, например, это можно делать, например, отцу, сыну показать, примерно поставить какое-то место, вот так вот сынок делается, но если это как в постоянном виде, как для общественности, для детей будет, это может перерасти в что-то другое, и будет как новое какое-то поклонение. Вот в этом йохша, то есть в этом смотрится вот эта вот опасность этого. Наша религия уникальна тем, что она очень строго стоит на страже единобожия и на страже всех обрядов, утвержденных самим Всевышним Аллахом и Пророком Мухаммадом и Прословением, для того, чтобы уберечь последующие поколения от впадания в обведение новшеств или в отход от закрепленных принципов поклонения. Яркий пример, пожалуйста, на Кавказе, в Средней Азии, в наших республиках появилось большое количество советских годов непозволительных нововведений, что когда хадж был закрыт, КПСС, КГБ, советское руководство запрещало мусульманам посещать Мекку, во многих республиках начали искать какие-то святые места и туда совершать зияраты, поклонения там, думая, что это заменяет собой хадж или хотя бы умру. И до сих пор имамы, до сих пор ученые в наших республиках на Кавказе, в Средней Азии пытаются объяснить людям, что это никак не связано ни с поклонением, ни с хаджем, что это нововведение, это отклонение от строгого исламского поклонения появилось в советский год из-за того, что граница была. Я вспомню, когда был маленьким, возили нас болгары, где принимали статары, где принимали ислам, и там нужно если туда поедешь, то же самое, что награды хаджа, вот так вот нам говорили, когда мы были с детьми, я помню. Субханаллах, это все как бы, альхамдалля, то, что Аллах после этого дал понимание и так далее, а если это приводит, это к этому приводит, то же это может привести вокруг Каабы, то есть может они ехать в намеку, может тут у себя построить Каабы, поэтому такие вещи, они должны пересекаться, останавливаться. И Субханаллах, вот я вам приведу как пример, это вот такое одно из видов, что к чему привело, то есть если у себя вместе святые там какие-то места и думать, что это заменяет хадж, есть такая тарика тиджания находится в Африке, и перед тем, как у них обязательно в их понимании, перед тем, как поехать на хадж в Мекку, нужно обязательно сделать обход вокруг могилы их шейх тиджани, потом только будет достигнуть хадж. Если человек не сделал обход, то его хадж недействительен. И там написана табличка мы им поклоняемся для того, чтобы они нас приблизили к Аллаху. Поэтому такого рода вещи они могут привести к тому, что это возьмется за основу и какое-то будет новшество, какое-то религия постоянно стоит. И тем более ребенку ему не обязательно делать хадж. И когда он вырастет, он все равно забудет уже как правильно делать хадж, как обходить и так далее, там уже, когда уже... Нужно быть заново все равно заново. Даже люди, которые каждый год ездят на хадж, например, с нами в группе, они каждый год переспрашивают опять заново, подскажи, напомни, как здесь, как тут, когда мы... Машал, искренне благодарю вас, дорогой Хазрат. Каждый из нас должен стоять строго на страже чистоты чистоты нашего вероубеждения, чистоты религиозной практики, чтобы в нашем поколении ничего непозволительного не помешалось к нашей причистой религии. И это является тоже как бы нашим поклонением то, что мы жизнь свою, свое бдение, свое внимание, свое строгое слежение посвящаем Всевышнему Аллаху тоже, чтобы ничего к нашей религии не добавлялось при жизни нашего поколения. Искренне вас благодарю, будем готовиться к дополнительному поклонению Яуму-Ля-Рафа, к празднику, будем встречать гостей, раздавать садапа и достигать довольства Всевышнего Аллаха. Искренне вас благодарю, дорогой Хазрат. До встречи. Всевышнего дня. Субтитры подогнал «Симон»